Солнце достигнет пика своего очередного цикла активности в 2025 году. И на Землю обрушится солнечная буря, которая может спровоцировать интернет-апокалипсис. Вызванные этим явлением электромагнитные импульсы могут иметь разрушительные последствия для электросети и электроники. А буря 2025 года будет способна вызвать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру и отключение электроэнергии. Это выяснилось в ходе отслеживания солнечных циклов. Солнечные циклы, солнечные пятна. Есть так называемый солнечный цикл, когда приблизительно все повторяется, вот эти активные образования на Солнце. Ну, еще раз повторяю, в среднем за 11-летний период времени. То есть в течение 11 лет должно все это как бы у нас повторяться. Соответствующим образом получается такая картина, что раньше этот цикл соблюдался, но последние годы почему-то от него есть отхождение. Почему? Никто ответить не может. Опасность возможных последствий солнечной активности особенно актуальна в период наибольшего ее проявления, который ожидается в 2025 году. По прогнозам ученых, этот цикл может быть еще сильнее, чем предыдущий. Это означает, что необходимо принять меры для предотвращения негативных последствий такой активности. Например, электроэнергетические компании могут улучшить системы защиты от электромагнитных всплесков, а космические агентства повысить надежность связи и навигации на орбите. Также важно проводить постоянный мониторинг солнечной активности и планировать действия на случай возникновения солнечных бурь. Но действительно ли нам стоит опасаться 2025 года? То, что в 2025 году ожидается, никому не ведомо. То, что там вот как бы интерполяция такая происходит, что в 2025 году будет солнечный пик. Я же вам говорю, сейчас вот этот цикл солнечный нарушен. Почему никому не ведомо? У Солнца, несмотря на то, что мы его все время можем наблюдать, вот сейчас выйдя на улицу, вот перед тобой Солнце, существует очень много загадок. Поэтому работы продолжаются по исследованию Солнца, в том числе и мы эти исследования здесь выполняем. Но очень много есть таких вот вопросов, на которых ответы дать невозможно. Солнце поставляет нашей планете огромное количество энергии, и его спокойное состояние характеризуется постоянством во времени электромагнитного излучения на всем его спектре, а также постоянством слабого потока электронов, протонов и ядер гелия солнечного ветра. На магнитное поле нашей планеты служит защитой от этого ветра. Раз в 11 лет происходит усиление солнечной активности, когда появляются солнечные пятна, вспышки и протуберанцы в корне Солнца, что усиливает солнечное излучение, а также выбрасывает из солнечной атмосферы энергетические потоки электронов, протонов и ядер гелия. Этот поток частиц может распространяться в межпланетном пространстве и приводить к мировым магнитным бурям. Период мировой магнитной бури может состоять из трех фаз – начальный, главный и восстановительный. В начальной фазе магнитное поле Земли увеличивается и продолжается от 4 до 6 часов. Затем следует главная фаза, когда магнитное поле возвращается к норме и может понижаться на протяжении 10-15 часов. После главной фазы начинается восстановительная фаза, которая также длится несколько часов. Каждый регион может испытывать расстройство магнитного поля по-разному. Дело в том, что Солнце является как бы газовым шаром, как это ни странно звучит. И у этого газового шара магнитные линии, то есть линии магнитного поля, могут выйти абсолютно в любой точке поверхности Солнца. И если эти линии у нас слабые, то тогда солнечное вещество, поднимаясь к поверхности из глубин Солнца, перемешивается. А раз перемешивается, то температура его практически сохраняется. Поэтому и горячее. Следующее явление, связанное с активностью Солнца – это пятна. На самой главной звезде системы это явление время от времени появляется и показывает активность звезды. Благодаря тому, что линии магнитного поля сильные, солнечное вещество, поднимаясь вдоль этих линий, не перемешивается, а охлаждается. Пятна – просто холодные участки на солнечной поверхности, которые отличаются по температуре от окружающей среды. Следующий вид активности Солнца – это вспышки. Когда магнитные линии выходят из одного пятна и заходят в другое пятно. А вот как бы под этими линиями образуется такая вот область, где солнечное вещество сжимается под действием магнитного поля. До такой степени сжимается, что происходит взрыв этого вещества. И соответствующим образом выделяются космические лучи. Это незаряженные частицы, улетающие со скоростью света. Вызывают магнитные бури, вызывают радиобури и образуются заряженные частицы, так называемый солнечный ветер, которые со скоростью приблизительно тысячи километров в секунду начинают раздетаться в разные стороны. Вот этот как раз солнечный ветер и оказывает основное влияние на нашу планету. Таким образом, вторжение солнечного ветра на Землю может привести к магнитным бурям, которые могут оказать различное воздействие на различные регионы нашей планеты. Изучение этих явлений позволяет лучше понимать природу и помогает исследовать космическую среду, которая находится вокруг нашей планеты. Исследование Солнца является одним из самых важных направлений научных исследований в астрономии. Понимание процессов и свойств позволяет не только расширить наши знания об этой звезде, но и сделать прогнозы и понять влияние Солнца на нашу планету и на всю Солнечную систему, а также строить планы по дальнейшему изучению космоса. Поделина Амдрахманова, Софья Чугунова, Ленар Гизатулин, Универньюс.